Горьковская железная дорога – сеть магистралей, связывающих между собой столицу, Урал, Сибирь, Поволжье и некоторые города севера. Общая протяженность железнодорожного полотна составляет 5734 км, длина путей в развернутом виде – свыше 12 000 км. Большинство пассажирских перевозок приходится на Татарстан, Удмуртию, Мордовию, Чувашию, Башкирию. Хорошо развито дальнее и пригородное сообщение в Московской, Свердловской, Пермской, Вологодской, Нижегородской, Кировской и Ульяновской областях. Крупнейшие узловые станции – Владимир, Ковров, Киров, Муром, Арзамас, Красный узел, Горький сортировочный, всего ГДЖ насчитывает 432 станции, сортировочные, пассажирские, остановочные пункты. Дорога имеет Владимирская, Муромская, Кировская, Горьковская, Нынче Нижегородская, Ижевская и Казанское отделения. Главное управление ГЖД находится в Нижнем Новгороде по адресу улица Октябрьской революции, 78. Контактный телефон, плюс 7, 831, 248, 68, 68. Горьковская железная дорога имеет официальный сайт. Пригородные поезда Горьковского направления отправляются с Курского вокзала столицы. Добраться сюда можно на метро до станции Чкаловская, Люблинско-Дмитровской линии или до одноименной станции Арбатско-Покровской или Кольцевой линии. Северокавказская железная дорога промежуточной станции ГЖД, находящейся в пешей доступности от общественного транспорта города Москвы, Серп и Молот, Стакан. Метро Римская и площадь Лича. Новогиреево, пересадка на одноименную станцию метро. Реутово, Стакан, метро Новокосино. Обратите внимание, билеты на электрички продаются в пригородных кассах или терминалах самообслуживания. В Горьковском направлении уехать можно в следующие крупные города МО, Балашиха. Электросталь, Ногинск, Петушки, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Фрязево, Захарова. Западно-Сибирская железная дорога, пассажирские и скорые поезда Горьковского направления отправляются с Курского и Ярославского вокзалов Москвы. Уехать можно в Киров, Новый Уренгой, Новосибирск, Казань, Екатеринбург и другие города. Делает промежуточную остановку на Курском вокзале скоростной экспресс «Сапсан», следующий из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород и обратно. Белорусская железная дорога официальный сайт на пригородных маршрутах ГЖД пассажиров обслуживают электропоезда, российские серии E4M и Рижский R2RONTGEN. В пиковые часы ездят скоростные пригородные поезда «Спутник». Разница с обычной электричкой заключается в меньшем числе остановок и стоимости билета. Из Москвы в Нижний Новгород регулярно курсирует скоростной поезд «Ласточка». Состав включает пять вагонов с сидячими местами, имеются системы кондиционирования. Туалеты расположены в головном и хвостовом вагонах. Также в Нижний Новгород несколько раз в сутки курсирует фирменный поезд «Стриж». Можно приобрести билет на сидячее или спальное место. Состав оборудован биотуалетами и кондиционерами. Есть вагон-ресторан и буфет. Обратите внимание, за дополнительную плату в поезде «Стриж» предоставляется доступ в интернет. Если смотреть по карте, от Москвы ГЖД уходит на восток и северо-восток. Схема Горьковского направления железной дороги выделяет два самых загруженных направления – Москва, Н-Новгород, Киров. Москва, Казань, Екатеринбург. Между ними пролегают вспомогательные магистрали, по которым курсируют пригородные, межобластные и скорые поезда. Актуальную информацию о расписании поездов на конкретном участке можно узнать на официальном сайте. Время отправления может меняться в выходные и праздничные дни. Обратите внимание. Самые загруженные пригородные участки – Москва, Реутово, Москва, Железнодорожное и Москва – Балашиха. В пиковые часы интервал между электропоездами составляет 10-15 минут. Для уверенности можно забронировать билет заблаговременно. Привычный способ – забронировать билет в кассе вокзала. Нужно сообщить сотруднику сведения о желаемом поезде, категории мест, пункте назначения. Понадобятся паспортные данные пассажиров и контактный телефон или e-mail. Важно, бронь действует в течение 24 часов. Далее нужно оплатить заказ, или он автоматически аннулируется. Есть посреднические фирмы, предлагающие услуги бронирования на более долгий срок. Но стоимость билета выйдет дороже. Можно забронировать билет на поезд из дома, офиса или гостиницы без посещения кассы. Для начала нужно зарегистрироваться на официальном сайте. Понадобится ввести паспортные данные, придумать логин и пароль. После авторизации будет доступна опция брони, покупки и возврата билетов. После входа на сайт нужно выбрать направление и дату поездки. Система предложит возможные варианты на указанное число. Когда человек определится с поездом, типом вагона и местом, потребуется ввод фио, дата и года рождения. Важно, после брони билета дается 15 минут на оплату. Если в указанное время ее не будет, бронь аннулируется. Через официальный сайт РЖД можно заблаговременно купить билет только после 100% оплаты. По Горьковской ЖД курсирует много поездов старого образца, это классические плацкартные и купейные вагоны с мягкими полками. Постельные принадлежности оплачиваются при покупке билета, можно отказаться у проводницы покупается чай или кофе. Чтобы перекусить, нужно посетить вагон ресторана или взять еду с собой. Обратите внимание, есть фирменные поезда с вагонами нового образца. Там есть биотуалеты, иногда с душем, системы кондиционирования, купе для лиц с ограниченными возможностями. Пассажирам предоставляется горячее питание, вода, сладкая к чаю. Поезд, Ямал, Москва, Новый Уренгой. Во всех вагонах находится биотуалет, имеются энергосберегающие светильники и информационное табло. Поезд оборудован вагоном-рестораном, где можно заказать первые и вторые блюда, закуски, напитки. Услуги, постельный комплект, полотенцы, пресса, питание, количество приемов пищи зависит от времени, проведенного в пути, дорожный набор, одноразовые тапочки, зубная щетка и паста. Поезд, Сибиряк, Москва, Новосибирск. Во всех вагонах есть биотуалеты, кондиционеры, розетки для зарядки телефона. Дополнительные услуги, питание, постельные принадлежности, газеты, набор для личной гигиены. Поезд, Вятка, Москва, Киров. Кроме плацкартных и купейных, имеются сидячие, межобластные, вагоны, купе-офис, купе-переговорное, детское купе. Дополнительно предоставляются услуги питания, сопровождение несовершеннолетних детей, поиск забытых и утерянных вещей. Важно, разрешена перевозка животных. Поезд, Нижегородец. Вагоны оборудованы биотуалетами, приборами индивидуального освещения, информационными табло. В купе вагонов класса СВ есть телевизор, кнопка вызова проводника, каждому пассажиру предоставляется карта ключ от купе. Дополнительные услуги, горячее питание, дорожный набор, спальные принадлежности, газеты. Поезд, Томич, Москва, Томск. Во всех вагонах имеются биотуалеты, кондиционеры, розетки 220 вольт, есть вагон-ресторан с широким ассортиментом блюд и напитков, по желанию заказ доставляется в купе. Сегодня ГЖД является одной из самых загруженных магистралей в России. Ежедневно ее услугами пользуются тысячи пассажиров, также Горьковская ЖД обслуживает многие промышленные предприятия. В распоряжении пассажиров как обычные вагоны, так и купе повышенной комфортности. Онлайн-сервисы по бронированию и приобретению билетов дают возможность пассажиру заранее продумывать план поездки, выбрать оптимальные условия, купе, плацкарт, питание.